Здравствуйте, меня зовут Денис. Это моё первое видео, посвящённое проблеме нашей небольшой, надеюсь, с ребёнком. Началось всё в сентябре, когда мы обратились к терапевту. Плановый осмотр у нас в два годика. Когда терапевт заподозрил неправильное развитие согласно возрасту ребёнка, он не говорил каких-то слов, вёл себя как-то по-другому, направил нас к невропатологу. Значит, невропатолог также высказал свои опасения, логопед был перед этим, пропустил, прошу прощения. После этого у нас состоялся поход к психиатру. Там, естественно, сын показал, так сказать, в кавычках на всё, что он способен, то ли у настроения не было, то ли что. И психиатр, значит, на фоне все сделал свои выводы, что у нас, значит, задержка речевого развития – это стопроцентный факт, возможно, что задержка психо-речевого развития. Пока судить рано, но чтобы мы время не терять, не ждать трёх лет, когда нам поставят какой-то более страшный диагноз, и когда уже будет сложно исправить какие-то нюансы нашего поведения ребёнка, мы с супругой, значит, начали в интернете читать всевозможные итоги такого задержки, такого развития. Очень много неприятного вычитали, соответственно, схватились за голову, что делать, почему так с нами произошло. Но, казалось бы, мы не одни такие, очень много людей, у кого и хуже диагнозы. В итоге кто-то очень задерживает с корректировкой развития ребёнка, и, соответственно, плачевные результаты выходят к взрослению чада. Значит, наткнулись на центр БР Давид. Решили связаться, значит, по многочисленным видео в Ютьюбе. Поняли, что человек помогает консультацией, какими-то советами по скайпу. Зовут его Давид. Он руководит клиникой в Иерусалиме. Значит, состоялся наш звонок с ним первый. Описали мы проблемы свои некоторые. Давид, естественно, сразу спросил нас, почему мы решили, что у нас какие-то проблемы именно. Дальше пошло наше с ним общение. По полчаса, по часу в скайпе. И мы, хотя я не верил в это, но стали замечать некоторые улучшения в поведении ребёнка. Он стал себя более покладисто вести. Опять же, более не идеально, да, как я вам сказал, более покладисто. Мы движемся в правильном управлении, думаю. Раньше он всё время просился, чтобы его на ручки таскали. Сейчас же он очень много бегает сам, проявляет какой-то интерес к детям, к окружающим. Ещё немножко, конечно, побаивается незнакомых людей. Но, надеюсь, это всё у нас временно и адекватная реакция, опять же, на чужих. Уже прошло у нас где-то пять сеансов. И результат, честно говоря, налицо. Мы, в принципе, параллельно ещё работаем сами с ним. Занятия дома, с логопедом и так далее. Но, опять же, моральная поддержка, духовная поддержка от Давида. Идёт очень большая консультация и, опять же, чисто человеческое отношение. Спасибо большое, Давид. Будем ещё записывать видео с нашими положительными результатами. Если у кого-то проблемы, советую обратиться. Давид поможет. Спасибо. Спасибо.